ну его вряд ли нам эти мы будете беседовать давайте на вашу вы в каком районе москвы живете хотите вопрос на внимательность по москве он задал давайте попробуем сколько на комсомольской площади вокзалах московской железной дороги комсомольской площади это площадь трех там ярославский и ленинградский и казанский ну и того ваш ответ 3 но я не понимаю что значит московской железной дороги вот это логично вы заметили до 2 вокзала московской дороги это кроме ленинградского ленинградский не является вокзалом московской железной дороги вы ездили хоть раз в питер на поезде да конечно в билете не читаешь и написано москва пассажирской октябрьской железной дороги станка станции отправления честно говоря не обращал внимание но киевами ну просто этого не знал не но я понял а ну вот теперь будет у меня есть конечно более сложные вопросы для разбирать что такое в москве алексеевский пост ну ладно это 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 пограничная станция как раз между октябрьскими московской железной дороги находится на перегоне ржевская каланчевская и и вот поезда но сейчас они идут на восточный вокзал транзитный там питер белгород питеры нижний новгород а когда они шли на кого я сейчас не знаю даже они ходят они как-то друг по-другому а вот когда они шли на курский вокзал они вклинивались московскую дорогу вот между станциями ржевская каланчевская это современный 2 диаметра и салют работали в ржд ну когда-то работал до этого у меня три образования по одному образованию работал а сейчас живете в канаде до программку поставили обновили она кстати обновился вас до 11.6 какие-то преимущества увидели по сравнению с предыдущей версии я пока не вижу основного но окей а вы что блогер стример или регулирование блогер не стример я записываю общение я нигде нет я может блогеров ищу чтобы это самое чтобы так сказать на youtube как если хотите заходите на мой канал дать вам название давайте запишу я в данном случае об этимологии название вокзала в москве как думаете почему допустим павелевский вокзал назван в честь мелкой станции повелец и мелкого населенного пункта они там честь по имени более крупных станций или городов которые находятся по пути из повелецкого вокзала не сложно ответить вам интересно что нет нет мне очень интересно я поиск разговоры про москву и не в принципе про свой город узнавать что-то такое вот нестандартная да ну ладно это на это трудно отметить если не знаете я вам поясняю что в свое время московские вокзалы называли по конечной станции московской дороги на момент ее строительства и они были так все названы то есть на южном направлении допустим конечная станция и сейчас является станция курск соответственно курский вот по повелецкого была станция повелец но вот столько три названия сохранили свою демологию это савеловский повелецкий и курский остальные утеряли допустим ярославский раньше назывался александровский до коммунистов рижский который сейчас закрыли вроде называл назывался ржевский киевский назывался брянский и так далее на момент на момент открытия я понял интересно это правда интересно а как вам это вы как собянин относитесь собянин это больной вопрос честно вам так скажу сам работаю в системе жкх города по идее это мой начальник это с одной стороны тогда не будет другой стороны не очень а я и нет так он на вроде как ничего у меня так одно непонятно зачем он убил зачем он убил троллейбусное движение воскресенье ну потому что провода он убирал ну в центре понятно убирал это нормально потому что троллейбусы минус троллейбусы швом не поворотных на поворота а там где прямые участки например пока ширки по варшавке по волгоградскому нам абсолютно прямые участки зачем их на выбирать там где прямые участки троллейбус имеет преимущество даже до модификации типа шаг в следующий этап развития теперь электробусы не одного еще бы не хватало что он просто убрал естественно взамен он заменил заменяет электробусами на это просто так сказать как бы жиру беситься мог бы направить эти деньги там на реновацию которые все время переносится на худшие сроки я вот сам имею дома дом под реновацию купил специальных 15-м году и вот все время то здесь раньше обещали хотя раз вы надо специалистов возле в кровь все мне скажете по поводу реновации реновации на самом деле вещь хорошая потому что несколько моих знакомых вот один мой хороший друг уролов он жил в очаково еще вот этих старых кирпичных пятиэтажках древних но кирпичные то не сносят сносят панельные нет кирпичные тоже стоит это старые старые пятиэтажки еще там же по-моему какое-то производство было если не ошибаюсь в районе очаково и это вот они просто очень древние эти пятиэтажки еще старше чем так называемую хрущевки ну тогда тогда они в ряде пятиэтажки совесть и четырех или трех этажки тогда зрители петельники потому что пятиэтажка это именно с хрущевой пошло приставлены строили либо 7 и 7 8 этажей вот эти с высокими потолками либо 34 если многоэтажные когда пяти этажки но они пятиэтажки масло пошли при хрущевой но я был по я понимаю вот и он уехал из ну это старый пятиэтажка в котором уже сгнило все то есть вот ко мне обращался за помощью потому что периодически просто текла четвертого на третьем этаже у него в туалете прям вот стык а тут постоянно текла вода причем не просто капли а прям дождем сильно текла ну вот он переехал в новый дом причем квадратуру увеличилась у него двухкомнатная была у него было там что-то 35 осталось 48 ну вот я понял да вообще полезный человек может с вами обменяемся ватсапами или вайберами или чем давайте ну я мне написать или вы напишите свои ватсап или давайте мне несложно я вам свой номер напишу да да вот можете написать ну три канала у меня с этим названием оба моих а пендулум олег да вот это основная это второй четвертый да все я на все подпишусь подписывайтесь там не еще каналы есть на главной странице главного канала увидите там ссылочки вот значит пришлось уйти но вы понимаете что такое время неактивности да прошу прощения мне пошло чуть-чуть билайна поскольку он у него ухудшилось резкое время неактивности раньше было у всех по шесть месяцев а потом они все ухудшили но билайн сделал три месяца и мегафона теле и мтс получше у них там 4 или 4 и 5 месяцев соответственно время неактивности если неактивная симка они и блочит и закрываем да то есть вот в украине на этот отчет мтс лучше отделал он ты должен в течение там ну трех месяцев скажем по полный счет пополнить так это без проблем а также мне совершать поразительно звонок из роуминга не очень это самое но и сам искать они шансы на и сам себе чтобы сохранить телефон я так понимаю вы украину не поддерживаете да зачем я а вы поддерживаете нет конечно я поскольку у вас просто соединение украины показывает немножко изначально виде вас и учитывая что вы еще и сторон тогда немножко напрягте мы будем честны всякие там очаковы например которые вы разбираетесь блогер а я а именно торонто чем чем вас мотивы не но просто говорю что в канаде украинской 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 динаспора в канаде сосредоточен оттуда не в торонто а в городах эдмонтон и виннипек в основном они большинство и буду знать и я к тому что веду что я осторожно общаюсь с людьми которые выставляют соединение украины потому что ну может я могу я же вас не знаю я вижу что вы явно был я понял я понял ваши они логичны все эти это опасения но ничего страшного могли бы и я смотрю вот вашего соседа бабичева я смотрю многих наших блогер вот и меня а еще кого смотрите но и умный покой олег из краснодара северный поток 3 крымчанин с него вообще начал смотреть предложил крымчанин и я с него начал крымчанин вскрытие покажет шумерские сказки комарок и боярин фёдор богатые да ну да причинаете вы смотрю разбираетесь в диалоге что кто был у истоков то есть самые первые диалоги реватчат рулетки из российских и из украинских море знаю я знаю что один такой очень известный который закончил с момента начала сло вы как она началась он закончил вообще блогерство но это еще три девятая царство нет это чай это четвертое измерение до 4 измерения да 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 он самый первый самый первый тройка это были аминозим который сейчас практически не появляется и колхоз который сейчас активен который человек в тройке был по-моему и третий был катков который тоже сейчас почти появляется вот тройка была остальные там миша из канады измерения они чуть походит появились несколько месяцев и море ну вот колхоз мне прям породился вот этими юмористками сельхоз войска вот надеюсь мой канал вам тоже понравится я я уже подозреваю что очень понравится вот активно смотреть я честно скажу я пытался сказать я записываю я потому что начал я сижу в чат рулетки вот марта месяца я начал смотреть крымчанина потом еще сангяо был я потом описался хорошо но рисковато я не люблю когда сходу начинают крыть просто хотя у него тоже были прикольные ролики вот этот с молодым парнем на таком географии где древний город днепр 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 я просто по образованию географ я закончил мбу географический факультет мне это было интересно смешно вот я начал сам сидеть в чат рулетки общаться украинцами и многие мои окружения многие коллеги по работе друзья родственники там отец например они слышали виде как общаются они говорят равно круто у тебя получается попробуй записывать вот я записываю ролики и выкладываю у меня телеграм-канал есть пишите на и пиши и вам я первых нужно назвать с вами ролик это будет более солидно там я обычно там диалог с божьим таким ты пишите название своего канала пускай он telegram канал у меня тоже telegram есть пишите свой телеграм ну короче свой с название канала неважно telegram не телеграм но чтоб не назвать это только в телеграме и любит у меня нет только в телеграме я нигде больше не почек не пусть меня там всего все 9 подписчиков друзья и коллеги вы понятного как и нить перми шин нужно давать если я просто могу там выкладывать видео я можете выкладывать у некоторых я выкладываю нормально до выкладывать с картинка некоторых просто линк выкладывается гиперссылка картинки не видно это нужно специальное разрешение а то она расправить спрашивать ну вот я сейчас мы начали скопировали скопировать меня вот как бы как специалисты вернее как лицо пробеженное к этой теме что-то меня интересует отодвигаю я вам позже говорю купил квартиру под реновацию в царице на отодвигают все южный округ к сожалению там предпоследний на это дело сначала 24 сначала 24 обещали сейчас 27 27 реально или еще отодвину 27 20 27 год да я думаю что вполне реально потому что к этому вернуться активно сразу как закончится ну потому что сначала мы слоу пошли тут понимаете как вот я естественно наверху не сижу я думаю что бюджет москвы не очень связан со своего это бюджет федеральный москва-то особо я должна спонсировать нет но я понял она иска искали во время к вида за затухал и потому что опять же весь бюджет но все-таки что там пайка хочу я что-то строилась у нас мы у нас вот вы меня в царице напом 3 до 3 и 4 дома построена или строится нежность не помню вот духа я понял да ну вот я чему говорят что эти деньги которые ушли на убитие троллейбуса вполне можно было кинуть на реновацию здесь понимаете здесь очень много подводных камней которых мы не знаем и я вот всегда говорил право ну и кх да пока вот не стал сам не кунулся во все это страны обывателя и понимающего человек я думал что ну и бед ну то есть ну как так вообще то есть у нас снег пошел даже в москве сейчас опять оврал опять у всех все а потом я узнал что есть некий некий свод законов когда надо выбирать как и так далее и так далее и так далее и уже немножко по-другому на счет вам вам я понял вам хотя им сака нравится мцк честно говоря ни разу на нем не про и не ездил я просто нужно коншерингом ну ну знаете что такое даем цикла конечно а как вы думаете в каком году мосгордума впервые принял решение об организации пассажирского движения по малой окружной московской железнодороги кое сейчас является мцк я знаю что это еще и и со времену лужкова говорила что за эту реализацию взялся минус а я думаю что это 90-е это 900 и тысячи тысячи девятьсот одиннадцатый год впервые мозгурдума приняла большевики на это забили а вот лужков это реанимировал эту идею а собянина существует не настолько но это вот я читал это же версия на я только одно не пойму как режим вот вы наверно в курсе но это вряд ли в курсе а может и в курсе это же не ваша тема как они собственность решили просто но говорят что там в мэрия просто отжала ржд дорогу я думаю вряд ли отжала просто купила или она в совместной собственности потому что там горе там гостя таки поезда ездят товарные ночью до аренда аренда ну только за стоимостью один ну я думаю что все-таки в совместный пользователь то что там там по третьему пути все-таки на болезни таварники прямо а иногда там где нет третьего пути где не позволяло не позволяло строительство они выходят прямо на пути по которым ездят эти вот ласточки или ночью 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 вы их не увидите они ночью есть они они раньше ездили ночью при даже при коммунистах ездили ночью как-то днем а их одни особо раньше вот я в районе лужников там проходит как раз этот кусочек раньше я днем там видел товарники и вообще в принципе просто кусочек смотрели то это сериал тассу полномочен заявить позднесоветский но слышали это семенов написал или а книги название знакомых ну вот снимали как раз на вашем мосту на лужниковском это эпизод кульминационный но хорошо спасибо за беседу если вопросов не буду рад и буду с вами консультироваться конечно конечно пишите хорошо всех благ вам спасибо их в общем-то всех и назвали русские потому что это глагол русский это какой чей отвечает в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо они же передали 1922-му роться воронежская область а в двадцать втором году липска область где было в австро венгрии уровень интеллекта у меколы рушницы на самом деле это геннадий х хазан по моему так его фамилия это уровень интеллекта креветки из азовского моря хорош а вы не знаете миссия корня 60 километров от кордона с польщей ага как вы думаете какая это может быть область сумская у меня русский ну а и и мы и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok